Итак, 26 ноября 2011 года марсоход Curiosity взмыл верхом на ракете-носителя Atlas V и отправился к своей далёкой цели. 9 месяцев и 560 миллионов километров спустя начался вход в атмосферу и те самые семь минут ужаса, которые были пережиты успешно. Посадка состоялась всего в 2,4 километра от цели, впечатляющее достижение по сравнению с 13 и 25 километрами ошибки у Spirit и Opportunity соответственно. Баговая проверка систем показала готовность ровера к работе и спустя несколько недель Curiosity приступил к научной миссии, которую выполняет и даже перевыполняет по сей день. С первых часов работы и до сегодня команда марсохода пользуется специальными целями для калибровки камер и инструментов. Расположена панель этих мишеней на плече его роботизированного манипулятора. Калибровочная цель инструмента Махли включает один пенни, а также цветные ячейки, метрическую стандартизированную гистограмму и чуть пониже пенни ступенчатый рисунок для калибровки глубины. Монета, кстати, тоже имеет свою историю, она 1909 года выпуска. Это был первый год чеканки пенни Авраама Линкольна в честь 100 лет со дня его рождения. Пенни — это дань неформальной практике полевых геологов по размещению монеты в качестве ориентира на фотографиях горных пород крупным планом, знакомый земной объект для лёгкого восприятия размеров на Марсе. Пятна пигментированного силикона на верхней части мишени Махли служат вспомогательными средствами для интерпретации цвета и яркости изображений. Пять из них — красный, зелёный, синий, 40% серый и 60% серый — созданы из запасных частей калибровочных целей для панорамной камеры на марсоходах NASA Spirit и Opportunity. Шестой содержит флуоресцентный пигмент, который светится красным, когда на него попадает ультрафиолетовый источник света Махли. Curiosity способен развивать скорость до 90 метров в час на своей шестиколёсной системе. Марсоход приводится в движение радиоизотопной энергосистемой для выработки энергии из тепла радиоактивного распада Плутония. Операции Curiosity в значительной степени зависят от возможностей орбитальной связи, то есть аппаратов Mars Odyssey и Mars Reconnaissance Orbiter. Хотя у аппарата есть возможность связываться с Землёй напрямую при помощи антенны X-диапазона. Однако большая часть коммуникаций приводится именно через орбитальные аппараты. Ультравысокочастотная антенна, или UHF, передаёт данные на орбитеры, откуда их уже на высокой скорости перенаправляют на Землю. После успешной посадки все эти инструменты и вспомогательные механизмы начали работу. По традиции НАСА дало посадочной зоне имя — Брэдбери — в честь американского фантаста Рея Брэдбери, который в частности написал роман «Марсианские хроники». 29 августа 2012 года началась первая поездка аппарата. Чтобы проехать около 400 метров к востоку до места под названием Гленолг, аппарату потребовалось почти два месяца. Осенью 2012 года Curiosity обнаружил несколько интересных горных пород, которые затем исследовал с помощью Махли и альфа-рентгеновского спектрометра . Область под названием Rocknest также была определена как область, где можно было проверить небольшой совок на дистанционном манипуляторе марсохода. 27 сентября 2012 года НАСА объявило, что Curiosity обнаружила намёки на древнее русло реки, указывающее на то, что когда-то на Марсе могли существовать мощные потоки воды. 27 октября 2012 года Curiosity провёл свой первый рентгеноструктурный анализ марсианского грунта, а 3 декабря НАСА объявило результаты первого обширного анализа, который выявил присутствие молекул воды, серы и хлора. Обнаруженное небольшое количество углерода не удалось объяснить геологией, поэтому, скорее всего, оно было связано с загрязнением инструмента ещё на Земле. В целом 2012 год не принёс каких-то особых открытий. Ровер осваивался на Марсе, команда осваивалась в управлении и возможностях, продумывала дальнейший маршрут и готовилась к выполнению основной программы Curiosity. 28 февраля 2013 года у Ровера начнутся проблемы. Ошибка в его флеш-памяти приведёт к тому, что бортовой компьютер начнёт циклично перезагружаться. Именно на случай подобных сбоев все компьютерные системы современных аппаратов дублируются. Команда пару недель пыталась исправить ошибку напрямую, но затем было решено, что переключение на резервный компьютер позволит продолжать работу, пока программисты разберутся с проблемами основного. Были небольшие опасения, что ошибка может оказаться системной и повредит и второй компьютер, однако выбора у команды особо и не было. Переключение успешно состоялось 19 марта. Пока аппарат простаивал без работы, на Земле продолжалась оценка собранных им данных. Незадолго до включения Ровера NASA поделилась результатами анализа пород в скале Джон Клайн. Он показал наличие воды, двуокиси углерода, двуокиси серы и сероводорода. 19 мая 2013 года Curiosity пробурил вторую породу под названием Камберленд, создав отверстие глубиной около 6,5 см, а затем успешно поместил собранные образцы в анализатор. В начале июля 2013 года Curiosity наконец покинул район Гленалк и отправился в длительный переход к главному пункту назначения миссии – горе Шарп. Переезд на 37 метров 17 июля означал, что Curiosity с момента приземления преодолел общее расстояние в 1 километр. Важная отметка. По мере того, как аппарат продолжал движение к горе Шарп, NASA объявила о дополнительных результатах. 19 сентября 2013 года учёные обнаружили, что образцы атмосферы, собранные Curiosity 6 раз с октября 2012 по июнь 2013, подтвердили, что в марсианской среде отсутствует метан, что позволяет предположить, что вероятность того, что на Марсе может быть метаногенная микробная активность, на момент исследований очень мала. 7 ноября марсоход внезапно перешёл в безопасный режим, по-видимому из-за ошибки программного обеспечения. Однако диспетчеры за три дня оживили его и возобновили научные операции. Позже, 17 ноября, возникла проблема с паразитным напряжением, из-за которой работа вновь приостановилась на несколько дней. К 5 декабря с помощью лазерного прибора ChemCam марсоходам было произведено более 100 тысяч выстрелов по более чем 420 различным каменным или грунтовым целям. В течение следующих нескольких месяцев Curiosity получил множество захватывающих изображений, в том числе вот этот снимок Земли в ночном марсианском небе. На одном из фото, полученных в апреле 2014 года, видна карликовая планета Церера и гигантский астероид Веста. В мае 2014 года на пути к горе Шарп Curiosity пробурил скалу из песчаника под названием Винджана. 5 августа 2014 года Curiosity отметил двухлетие своего присутствия на Красной планете. Уже тогда он намного перевыполнил свои первоначальные задачи. В августе 2014 года Curiosity собирался провести свой четвёртый эксперимент по бурению, но руководители миссии в последнюю минуту решили этого не делать, потому что цель породы Banan the King была недостаточно стабильной. 11 сентября 2014 к Curiosity официально прибыл на склоны горы Шарп и теперь находился примерно в 6,9 километров от точки приземления. Менее чем за две недели, 24 сентября 2014 года, ударный бур марсохода был использован для бурения около 6,7 сантиметра обнажённого базального слоя на горе Шарп, а затем был взят первый образец порошкообразной породы из, по сути, конечной цели марсохода. Пожалуй, наиболее яркую новость миссия принесла 16 декабря 2014 года, когда учёные NASA объявили, что Curiosity окончательно идентифицировал первый экземпляр органических молекул на Марсе. Они были найдены в пробурённом образце аргелита ShipBet в кратере Гейла. Хотя это и могли быть результаты жизнедеятельности организмов, более вероятно, что это вещество доставили пыль и метеориты, которые достигли поверхности планеты. В то же время новые данные показали, что недавно произошёл десятикратный всплеск, а затем уменьшение содержания метана в марсианской атмосфере, хотя в целом его концентрация всё равно была очень мала. В конце января 2015 года Curiosity использовал новую технику бурения с низким уровнем ударных нагрузок для сбора пробы порошка из скалистой мишени под названием Mojave-2. Предварительные результаты, основанные на анализе инструментом Kemim, показал более кислотные свойства вещества в форме ерозита, чем предыдущие просверленные образцы. 24 февраля Curiosity в шестой раз применил свою дрель, на этот раз для сбора пробы порошка изнутри скалы под названием Telegraph Peak, которая покоилась в верхней части холмов Парамб. Предыдущие два эксперимента по бурению проводились в этой же области. Три дня спустя Curiosity переключился в режим защиты от сбоев, в результате которого робот не смог передавать образец материала между устройствами из-за нарушения питания. После серии тестов, проходивших в начале марта, 11 числа управляющие наконец отдали команду роботизированному манипулятору возобновить свою работу и доставить образец в прибор для анализа. Позже в марте учёные опубликовали результаты анализа образцов с помощью набора инструментов SAM, которые впервые указали на существование азота на поверхности Марса, выделяющегося при нагревании геологических отложений. Азот, который НАСА назвало биологически полезным, находился в форме оксида азота, возможно высвобожденного в результате разложения нитратов. Это открытие добавило веса аргументу о том, что древний Марс когда-то мог быть пригодным для жизни. 16 апреля во время своего путешествия, проходя через серию неглубоких долин между холмами Парамп и перевалом Логан, следующим научным пунктом назначения, Curiosity преодолел отметку в 10 пройденных километров. Затем, во время большей части июня, учёные дали аппарату немного отдохнуть. Земля и Марс находились в противостоянии, так что сигналы с Красной планеты блокировались Солнцем. В конце июля марсоход обнаружил в мишене по имени ELK необычную структуру с неожиданно высоким содержанием кремнезёма, что предполагает условия, подходящие для сохранения древнего органического материала. Позже следующий ровер NASA Perseverance будет исследовать именно кремнезём в древнем озере Езера. 12 августа 2015 года Curiosity наконец завершил свою работу на перевале Marias, где находился Смайя и где пробурил скалистую цель по имени Бакскин. Там были обнаружены породы с высоким содержанием кремния и водорода. Затем он направился на юго-запад, к горе Шарп. Намного позже, уже в июне 2016 года, учёные опубликовали результаты исследования Бакскина, отметив, что рассматриваемый минерал кремнезёма был тридемитом — материалом, обычно связанным с кремнистым вулканизмом. 29 сентября 2015 года, продолжая исследование подножия горы Шарп, Curiosity пробурил свою восьмую скважину и уже пятую в этой части горы — глубине около 65 мм. В скале под названием Big Sky операция стала частью эксперимента по анализу марсианских горных пород в наборах инструментов Кемин и Сэм. Новые результаты исследований Curiosity, опубликованные в октябре 2015 года, подтвердили, что миллиарды лет назад на Марсе были водные озёра. Учёные определились, что вода помогла возникнуть отложениям в кратер Гейла. Эти отложения образовали слои, которые сформировали основу для горы Шарп — центральной возвышенности кратера. В декабре 2015 года Curiosity приступил к тщательному изучению тёмных песчаных дюн высотой с двухэтажный дом, расположенных в дюнах Багнольд — полосе вдоль северо-западной стороны горы Шарп. В течение следующих недель марсоход взял несколько проб из дюны Самиб. Образцы были отсортированы по размеру песчинок для более тщательного изучения. Продвигаясь в сторону от дюн в начале марта 2016 года, Curiosity поднялся на плато Наук-Луфта в нижней части горы Шарп, попав на участок чрезвычайно пересечённой и труднопроходимой местности с главной породой, сформированной в результате длительных периодов ветровой эрозии, гребней и бугров. Здесь марсоход продолжил отбор проб при помощи дрели, выполнив одиннадцатое и десятое бурение. 2 июля 2016 года Curiosity внезапно перешёл в безопасный режим, но через неделю диспетчеры смогли вернуть его к нормальной работе. Причиной отключения была неправильная работа программного обеспечения. Во время выполнения отдельных действий, включая запись изображений из памяти некоторых камер в память главного компьютера, ПО выдавало ошибки. К счастью, все они были оперативно исправлены. Среди многих тысяч изображений, полученных Curiosity, одними из самых впечатляющих были фотографии района Мюррей-Бютс у подножья горы Шарп. По словам учёного Ашвина Васавада, виды на этих цветных изображениях были похожи на кусочек американской пустыни на юго-западе страны. К осени 2016-го NASA уже второй раз решила продлить миссию аппарата на срок 2 года. Целью работ стало изучение подножья горы Шарп. К тому моменту марсоход отправил на Землю более 180 тысяч изображений, почти все из которых доступны в RAW-формате на сайте проекта. Официально NASA подтвердило, что главная цель аппарата — определить, существовали ли на Красной планете условия для жизни — уже выполнено. Существовали. Вскоре после этого, во время попытки пробурить седьмую породу за год, у марсохода возникла проблема — команда, поданная Земле, не была выполнена. Судя по всему, аппарат обнаружил неисправность в механизме управления дрелью, который должен был выдвигать сверло вплоть до момента касания цели. Эта проблема оставалась нерешенной аж до мая 2018 года, когда новый метод ударного бурения, наконец, открыл путь к дальнейшему использованию инструмента. Несмотря на проблемы с буром, Curiosity продолжал исследовать активные песчаные дюны Багнольда. По состоянию на 23 февраля 2017 года Curiosity проехал 15,63 километра с момента посадки. К тому времени инженерам NASA стало ясно, что зигзагообразные структуры на колесах Curiosity страдают от повреждений, что ставит под угрозу способность этих колёс выдерживать вес марсохода. Повреждение всего трёх таких структур грунтозацепов означало бы, что колесо отработало 60% своего срока службы. В марте 2017 года команда JPL загрузила программное обеспечение для контроля тяги, которое помогало марсоходу регулировать скорость вращения колёс в зависимости от типа поверхности, с которой они соприкасались. Для изменения скорости колеса алгоритм контроля тяги используют данные в реальном времени, что позволяет снижать давление от отдельных камней и скалистой поверхности. Уже с новым программным обеспечением в июле Curiosity начал кампанию по изучению хребта в нижней части горы Шар, неофициально названного хребтом Веры Рубин в честь астронома Веры Флоренс Купер Рубин. Считалось, что хребет богат минералом оксида железа под названием гематит, который может образовываться во влажных условиях. Два месяца спустя марсоход начал крутой подъём к вершине хребта. 17 октября 2017 года впервые за 10 месяцев ровер осторожно прикоснулся пробоотборникам к поверхности породы. Хотя до возобновления полномасштабных буровых работ на поверхности Марса оставалось ещё несколько месяцев, это и последующие такие испытания позволили наземным диспетчерам опробовать различные методы касания поверхности дрелью, что в итоге и помогло прийти к решению бурить в ударном режиме, о котором я рассказывал чуть раньше. В апреле 2019 года учёные, работающие с Curiosity, объявили, что аппарат успешно исследовал регион, который назвали мягкоглинным и попробовал на вкус свой первый образец из этой части горы Шар. 6 апреля 2019 года Curiosity пробурил породу по имени Аберлади и проанализировал её состав при помощи инструмента СЭМ. Бур марсохода легко проживал эту скалу, в отличие от некоторых более сложных целей, с которыми он столкнулся поблизости хребта Веры Рубин. На самом деле, образец был настолько мягким, что сверлу не нужно было использовать ударную технику, которая полезна для извлечения образцов из твёрдых пород. Это был первый образец миссии, полученный с использованием одного только вращения сверла без применения дополнительной силы. А за пару суток до этого учёные показали прекрасную анимацию частичных солнечных затмений марсианскими спутниками Фобосом и Деймосом. В 2020 году аппарат обнаружил в атмосфере планеты Теофен, вещество, которое на Земле связано в том числе с биологическими процессами. Однако определить, откуда оно взялось на Марсе, с набором инструментов Curiosity не представляется возможным. С апреля 2020 года команда управления ровером перешла на удалённую работу. Теперь можно точно сказать, что они управляют марсоходом из дому. Важное открытие было сделано и в 2021-м, когда изменение концентрации метана в марсианской атмосфере удалось связать со временем суток на планете. Это объяснило разницу в данных, которые давал Curiosity и давал орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter. Однако природу самого явления нам ещё предстоит выяснить. Это самая свежая научная новость от любопытного ровера на момент выхода видео в августе 2021 года. Если говорить о достижениях марсохода более глобально, ему удалось справиться со всеми поставленными задачами. Во-первых, было совершенно точно доказано, что на Марсе была вода в жидком виде. Сразу после приземления Curiosity нашёл гладкую округлую гальку, которую, вероятно, на протяжении нескольких километров обтачивала вода в реке глубиной где-то от человеческой щиколотки до бедра. Когда Curiosity достиг горы Шарп, команда обнаружила, что более 300 метров породы у подножия изначально образовались в виде грязи на дне нескольких неглубоких озёр. Реки и озёра, возможно, существовали в кратере Гейла на протяжении миллионов лет. Во-вторых, аппарат показал, что Марс точно был пригоден для известной нам жизни. Curiosity обнаружил серу, азот, кислород, фосфор и углерод – ключевые ингредиенты, необходимые для жизни. В образце порошка, пробурённом из аргелита в заливе Yellowknife. Образец также содержал глинистые минералы и небольшое количество соли, что говорит о том, что когда-то там текла свежая и, возможно, даже питьевая вода. В-третьих, были обнаружены органические молекулы, которые являются строительными блоками жизни. Их нашли в нескольких пробах, взятых на горе Шарп и на окружающих её равнинах. Это открытие не обязательно значит, что на Марсе есть или была жизнь, но оно показывает, что сырые ингредиенты, способные помочь в её зарождении, точно там присутствовали. Плюс это показало, что древняя органика могла сохраниться достаточно хорошо, чтобы мы обнаружили её даже спустя миллион лет. В-четвёртых, конечно, метан. Настраиваемый лазерный спектрометр в приборе СЭМ обнаружил сезонно изменяющийся фоновый уровень атмосферного метана. И, как вы помните, наблюдал десятикратное увеличение концентрации метана за двухмесячный период. Открытие метана является захватывающим, потому что метан может производиться, например, живыми организмами или химическими реакциями между каменистыми породами и водой. Какой процесс производит метан на Марсе? Что вызвало кратковременный и внезапный рост? Увы, ответов на эти вопросы пока нет. Но сам факт того, что вопросы были заданы, воодушевляет. В-пятых, радиация. Надеюсь, вы не забыли о том, что любопытный ровер должен проверить Марс на совместимость с туристами в виде людей. РАД обнаружил, что потенциальную опасность для здоровья космонавтов в глубоком космосе представляют две формы радиации. Одна из них — галактические космические лучи, частицы, разогнанные взрывами сверхновых и другими высокоэнергетическими событиями за пределами Солнечной системы. Другая — солнечные энергетические частицы, связанные с солнечными вспышками и корональными выбросами массы нашего светила. НАСА будет использовать данные Curiosity для разработки миссий, которые будут безопасны для пилотируемых исследований этой планеты. Ну и, наконец, в шестых. Набор инструментов СЭМ обнаружил, что нынешняя атмосфера Марса обогащена более тяжелыми формами — изотопами водорода, углерода и аргона. Эти измерения показывают, что Марс потерял большую часть своей первоначальной атмосферы и запасов воды. Утечка в космос произошла через верхние тонкие слои атмосферы, а сам процесс даже сейчас наблюдается орбитальным аппаратом MAVEN. В целом же, несмотря на некоторые технические проблемы, износ колёс и поломки инструментов, Curiosity продолжает исследование Красной планеты. Сейчас его задача собрать как можно больше разнообразных данных, которые позволят как изучать породу и атмосферу Марса, так и делать предположения о его будущем. Было бы очень здорово, если бы роверу удалось внести дополнительный вклад в разгадку непостоянной концентрации метана. Так или иначе, собранная учёными информация позволила приступить к разработке следующего ровера — Марс-2020, чьи задачи были уже куда серьёзнее и сложнее. Ролик об этой миссии уже есть на нашем канале. Также вы можете заглянуть в огромный плейлист Марса или, например, оценить фильм «Ровер с красной планеты», ссылку на который я оставлю в описании. Там же вы найдёте коротенькое видео, в котором подробно рассказано, как марсоходы делают селфи, сколько снимков требуется для одного такого автопортрета и почему нам кажется, будто марсоход снимает не сам себя, а за него это делает подвешенная в воздухе камера. Мы продолжим дополнять плейлист исследователей Марса и в следующий раз поговорим об орбитальных аппаратах, которые я неоднократно сегодня упоминал. Будем также следить за работой Curiosity, чтоб спустя столько-то лет завершить ролик о нём. И пускай это столько-то продлится подольше. С девятилетием работы тебя, любопытный! Передавай нам привет с любовью с красной планеты! Такие видео выходят на канале благодаря поддержке наших зрителей на Patreon и YouTube. Других источников финансирования у проекта нет, только реклама Google и ваши донаты. Мы отказываем рекламодателем в интеграциях на канале и стараемся удерживать планку качества, как бы сложно это иногда ни было. Благодаря вам наша команда из более чем десяти человек поддерживает работу сайта, занимается созданием контента, переводит материалы и пишет, озвучивает, монтирует свои собственные. Единственный спонсор Альфа Центавра — наш зритель и читатель. И мы безмерно благодарны всем, кто поддерживает проект. Сумма вашей поддержки может быть любой — от 1 доллара в месяц, а взамен мы постараемся предоставить вам ранний и эксклюзивный доступ к кое-какому контенту. Я оставлю ссылки на все способы поддержать проект в закреплённом комментарии, а если у вас появится желание и возможность это сделать, заранее говорю огромное спасибо. Не забывайте главного, друзья. Мы не можем приблизить звёзды к вам, но мы можем сделать вас ближе к звёздам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok